добрый день дорогие друзья мы продолжаем говорить о любви сегодня я хотел бы поговорить о том что бог любит всех давайте почитаем это римлянам 832 тот который сына своего не пощадил но предал его за всех нас как с ним не дарует нам и всего смотрите апостол павел пишет тот который сына своего не пощадил отдав его за всех нас не написано что бог отдал христа за избранных не написано что он отдал его за каких-то особенных людей он отдал его за всех я на сто процентов уверен что бог любит абсолютно всех людей более того в плане евангелизации я на сто процентов уверен вот в чем бог спас всех и абсолютно каждый человек в этом мире спасен вся проблема друзья заключается в том что люди просто об этом не знают они продолжают жить в грехе они продолжают жить в помоях они продолжают жить в страданиях только потому что они не знают об этом они знают они об этом по другой более наверное печальной причине то что господь возложил проповедь евангелия на каждого из нас а мы вместо того чтобы пойти и рассказывать людям об иисусе христе заняты об устройством своей жизни накачиванием своей веры бряцанием своим духовным оружием мы продолжаем мериться своей духовностью своими силами дарами действиями мощью числом людей в церквях качеством аппаратуры видео и так далее наличием тех или отсутствием других вещей хотя мы с вами призваны нести благую весь людям о чем о том что господь их любит это основа евангелия вообще любовь это движущая сила абсолютно всего что мы можем или давайте так должны делать итак бог любит всех и о любви к погибающих мы с вами поговорим давайте мы поговорим любви бога каждому верующим кто такой каждый верующий знаете я в свое время очень много на эту тему размышлял верующий это тот кто поверил однажды в нашу жизнь пришло божье слово может быть через проповедника может быть через телевизор может через книгу но скорее всего через кого-то из близких и знакомых нам людей бог дал нам откровение жертве своего сына проявленной явленной подаренной нам любви через кровь завета который мы очищаемся и мы поверили поверил я поверил ты поверил каждый из нас и именно это сделало нас частью семьи божьей именно это сделало нас детьми божьими именно это соединило нас в его семью не не наше благочестие знаете не наши умения таланты способности послушаться способности быть людьми лояльными способности правильно одеваться правильно говорить и так далее нет то что ты поверил в то что бог любит тебя это единственное что делает тебя верующим человек не униформа не общий сленг не наш специальный христианский язык не места собраний где мы собираемся в толпы для того чтобы прославить господа истинное христианство друзья она там где тебя абсолютно никто не видит и не слышит не в наших больших шумных собраниях не в наших речах и проповедях а в том как ты обсуждаешь других не сидя на кухне с кем-то из своих близких друзей когда посторонние тебя не слышит в том насколько ты умеешь любить людей которые тебе неприятны любовь божья она объемлет абсолютно всех людей и знаете когда-то я размышлял на эту тему и и вот какие мысли пришли я думал о моих врагах о людях которые откровенно искренне меня ненавидят преследуют некоторые даже полагают все свои ресурсы на это и я не испытывал абсолютно никаких позитивных эмоций в отношении этих людей более того всякий раз когда я встречался с ними или же слышал просто них внутри целая буря негодования призывы к богу о мести о справедливости они начинали просто меня будоражить но я услышал тихий 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 голос бога который говорил знаешь почему я не мщу почему я не воздаю им за те страдания которые они доставляют тебе по горит я могу я вижу ту несправедливость которую в отношении тебя допускают эти люди зачастую наделенная огромная власть почему вас потому что я их люблю также как я люблю тебя и если ты будешь настаивать я обязательно их накажу и обязательно приведу их жизнь в пустыню день будет очень плохо но послушай плохо будет не только им бог сказал плохо будет и мне потому что я их люблю и вы знаете вот эта мысль она с одной стороны сильно меня шокировала а с другой стороны как вы знаете богу так вот взял и встряхнул никогда будучи уже много лет служителем я никогда не думал что бог любит этих людей так же как и меня я понял насколько эгоистично бывает наша жизнь в любом случае моя жизнь я увидел что на самом деле я думаю только о себе я молюсь против этих людей я прошу справедливости взываю понимаю что цена этой справедливости это чьи-то страдания может быть они меня не любят но это никаким образом не извиняет меня того кто не любит их я понял что я мало чем отличаясь от человека этого мира отличаясь от тех людей которые живут и наполняют это общество которые воздают злом на зло а если не могут взывают к высшей справедливости все то же самое просто нужно ответить любовью сделать так как делал христос и знаете мы много ведь об этом говорим немного кстати об этом проповедовал но когда вот теория которые ты говоришь и практика соприкасаются иногда кажется что вообще разные темы совершенно но бог любит всех любит наших врагов любит наших гонителей он любит преследовать я потрясен был одним святым имя которого сходу вспомнить не могу но перед тем как его казнили он поцеловал своего палача прошептав его на ему на ухо я люблю тебя так же как тебя любит христос в итоге этот палач стал одним из служителей любовь мощнейшие друзья сила на земле она может быть не настолько огромной в тебе как она во христе и она не может быть такой большой но она должна быть и она должна все покрывать и знаете когда я увидел что бог может восстановить справедливость в отношении моих врагов но при этом он пострадает я подумал что даже из любви к нему не стоит этого делать я начал молиться за этих людей начал просить благословения просить чтобы не не случилось это беда с ними и знаете мою жизнь наполнил мир вопрос не в их жизни я вдруг понял что мне совершенно не нужна справедливость мне не нужно восстановление отношений мне не нужно восстановление моей репутации испорчены этими людьми и не нужны никакие эти вещи мне просто нужен мой господь которого я люблю потому что отношения с ним они стоят больше всего остального и я не хочу не вступать в пререкание не судиться за справедливость не высказывать какие-то другие вещи я хочу хранить эти отношения и я ценю может быть я не понимаю но я ценю то что бог любит и и день это дня молясь этих людей я понимаю я понимаю его любовь я вдруг начинаю переживать и чувствовать как он любит этих людей я советую вам если у вас есть враги просто начните каждый день хотя бы пять минут уделять молитве ходатайственной молитве за этих людей и бог откроет вам насколько они уязвимы насколько много в их жизни горя проблем сколько нерешенных узлов завязанных которые они не могут разрешить и как они плачут по ночам так же как это делаете вы потому что они тоже обижены вообще дьявол он запутал все в этот клубок знаете вас обидел миша мишу обидел гриша гришу обидел тот и уже все друг на друга обижены кто-то должен разрубить этот гардиев узел кто-то должен просто взять ответственность и сказать я не буду любить может быть пора перейти от разговоров к делу просто начать любить перестать требовать справедливости и начать просто благословлять и остаться тем человеком который готов пострадать вы знаете у того что бог любит всех есть две обочины первое это вопрос да если у бога любимчики я уверен что есть в то же время я уверен в том что бог абсолютно равно любит каждого человека и вторая обочина второй край второе крыло о котором стоит поговорить если те кого бог ненавидит и я уверен что ответ на этот вопрос также неоднозначен да есть и да нет я хотел бы сегодня очень коротко насколько вообще это получится коснуться если у бога любимчики да есть и и писание об этом абсолютно четко и конкретно нам говорит смотрите и она 13 глава 23 стих 13 23 один же из учеников его которого любил иисус возлежал на груди иисуса речь идет не просто один из тех кого он любил нет здесь говорится что один из его учеников которого любил иисус он выделяет этого человека то есть он говорит есть люди которых я люблю но этого человека я люблю немного больше иоанн был любимчиком христа вы знаете где мы находим иоанна всякий раз когда мы открываем писание писание мы видим его либо на груди у христа либо где-то в обязательном порядке рядом с ним он постоянно где-то рядом когда мы с вами читаем гефсимании историю о гефсимании да о том о пленении христа судей синедриона мы видим петра иоанна да иоанн убежал он испугался но он был молодым юношей который был больше наверно подвержен страху однако рядом с иисусом было очень много учеников которые собственно говоря тоже убежали не были старше опытнее мужественнее чему но тем не менее мы не видим их рядом не на суде синедриона не на распятие иоанн был тем кто был на голгофе единственным из мужчин поэтому он любимчик что же может сделать нас любимчиками бога я думаю что весь вопрос наша реакция мы ничего не можем дать им мы никаким образом не можем знаете выразиться выпендриться каким-то образом быть более привлекательными для него первых он знает истинные намерения нашего сердца знаете мы лукавим где мы пытаемся быть не теми кем являемся на самом деле казаться он все это потрясающе хорошо знает весь вопрос в реакции на его любовь знаете когда он приходит в нашу жизнь у нас всегда есть определенный выбор либо мы открываемся и мы отдаемся этому либо мы осторожненько шаг за шагом начинаем двигаться в этом направлении и я наблюдаю как апостолы они выбрали именно этот путь они медленно шам с шаг за шагом они начинали двигаться больше и больше доверяя иисусу и сегодня многие христиане они они делают так же они берут что-то какую-то сферу какой-то маленький вопрос не доверяют христу и они начинают шаг за шагом в этом расти посмотрите что делает и он он бросается в эти отношения полностью он не скрывает своих особых чувств к христу он не стесняется быть нежным он не стесняется говорить это мой учитель он не стесняется говорить о том что он любит христа и обратите внимание иисус не стесняется и говорит это мой любимый ученик я думаю что особое отношение бога определяется нашим особым отношением к нему если мы выражаем свою любовь если мы открыты неистовы в этом если мы не закомплексованы в этом то бог таким же образом относится к нам и поэтому мне кажется что я мне кажется что вся суть вот в этом в этой реакции в этом посвящении может быть глупо выглядящим со стороны когда ты познав иисуса когда ты встретившись с ним полюбив его просто вот погрузившись в эту любовь ты посвящаешь ему всю свою жизнь посвящаешь ему все свои дни минуты силы здоровья и так далее когда ты отдаешь христу абсолютно все он соответствующий реагирует поэтому я не верю в то что бог взял знаете и свою любовь равномерно намазал по всему человечеству нет он любит всех несомненно и в плане его любви его жертвы жертву его сына нет любимчиков каждый человек кем бы он ни был он может рассчитывать и претендовать на любовь бога разлил эту любовь каждому из нас в равной мере но когда мы говорим о тех кто уже принял это там есть любимчики вот если мы говорим о излиянии любви там нет любимчиков но когда мы говорим возрастание в любви когда мы говорим о взаимоотношениях с богом когда мы говорим уже о тех кто уверовал здесь есть любимчик бога были особые отношения с давидом бога были особые отношения отношения с Изекией, у Бога были особые отношения с Иоанном, у него были особые отношения с Павлом, и я вам так скажу, с некоторыми у него почти не было отношений, о некоторых апостолах мы вообще почти ничего не читаем, и обратите внимание, о ком мы знаем больше все, о Петре, который бросался словами, он моментально реагировал, он говорил, да не в жизнь, я никогда тебя не отрекусь, я никогда тебя не брошу, предавал, и мы его, может быть, и осуждаем, но послушайте, его реакция была эмоциональна, и Бог говорит ему, ты, Петр, носим камни, я создам церковь мою, он не говорит это никому другому, он говорит именно этому выскочки Петру, Богу нравится, когда мы с вами проявляем свое отношение к нему, не где-то тихонечко, а когда мы делаем это достаточно, может быть, даже импульсивно, открываясь перед ним, рассказывая ему, да и не только ему, а другим людям, когда внутри живет страсть, быть там, где Иисус, когда внутри живет страсть, молиться не потому, что ты должен, так надо, тебе нужно поддерживать свою духовную жизнь, свои какие-то там силы духовные тебе нужны, или может имидж свой поддерживать, нет, когда ты делаешь это, потому что, идя в молитвенную комнату, ты идешь разговаривать с ним, с тем, кто тебя любит, и кого ты безмерно любишь, молитва, мотивированная нуждой, это молитва нищего, и не знающего на самом деле Бога, человека, настоящая молитва, это когда ты идешь туда, потому что там тебя ждет Иисус. У Бога есть любимчики. Если ты хочешь стать любимчиком Бога, тебе нужно быть безбашенным, немножко таким раскрепощенным, более открытым, и знаешь, не скрывать свои отношения с Иисусом. А если у тебя на самом деле их нет, стоит поговорить об этом с Богом. У меня был период, когда я был зол на Него, когда был на Него обижен, когда я был разочарован в Нем. В этот момент я приехал к одному человеку, которого я уважаю, и рассказал о том разочаровании, которое наполняет мое сердце. И он мне сказал, ты не можешь называться, вообще быть христианином настоящим, если ты ни разу не разочаровался в Боге. Просто пойди и расскажи ему об этом, потому что с искренними, он поступает искренне. И когда ты делаешь это, Бог начинает говорить с тобой. Вообще особенность наша, она выражается не в том положении, которое мы занимаем в церкви, не теми дарами, которыми мы обладаем, не какими-то другими вещами, а тем, что ты можешь поговорить с Богом, ты можешь встретиться с Ним, ты можешь найти внутри себя вот эту внутреннюю силу высказания, показать Богу даже горечь, зная, что Он не надает тебе по морде. Он примет тебя, он скажет, я не понимаю, я понимаю, я понимаю твое неверие, я понимаю твое разочарование, я понимаю, почему ты такой злой, я понимаю, почему ты такой разочарованный, я вообще это понимаю. Вообще особенность отношений с Ним определяется именно этим. Ты можешь с Ним поговорить всегда, и ты не брезгуешь этим, ты не убегаешь от этого, как надутый ребенок, ах, так, все, я ухожу. Нет, 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 ты идешь к Нему, какая бы проблема ни была. Проблема у тебя в отношениях с Богом, ты идешь к Богу. Ты не бежишь к людям, ты не пытаешься решать эту проблему каким-то другим методом, ты идешь к Нему. И да, может быть, ты наговоришь там лишнего, может ты там наговоришь того, чего не стоило бы говорить, и может быть, тебе будет стыдно за это, но наговори, потому что это поможет тебе. Бог любит всех, Он разлил эту любовь, но у Него есть любимчики. Они возникают, появляются после того, как люди принимают эту любовь. Я не знаю, как более правильно объяснить это, но в моей голове это так. Он разлил эту любовь на всех, а из тех, кто принял эту любовь, Он выбирает тех, кто реагирует на это более открыто, кто принимает это открытым сердцем. Вторая обочина, которой стоит поговорить, это есть ли люди, которых Бог ненавидит. И знаете, у меня сразу же напрашивается место Писания, Римлянам 9.13. Смотрите, как написано, Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Любого рода спекуляции о том, что возненавидел, это слово, которое не значит то, что написано в русском, а не просто спекуляция. На самом деле, как в русском, так и в греческом написано, того люблю, а этого ненавижу. Вообще, идея о том, что Бог любит всех и нет тех, кого бы он ненавидел, это идея ущербная. Потому что мы как бы рисуем Бога, не способного на какие-то негативные чувства. Несмотря на то, что Писание очень много и достаточно часто описывает нам негативные чувства Бога. Такие, как гнев, такие, как негодование, такие, как раздражение, такие, как разочарование, такие, как ненависть. Вообще, я считаю, что ненависть – это оборотная сторона любви. Тот, кто любит, он должен, просто должен ненавидеть. Любящий Бога, он ненавидит мир. Помните, тот же Иоанн говорит, дружба с миром – это вражда против Бога. Кто не собирает, тот расточает. И мы видим максимализм Бога в этих вещах. То, что Бог может ненавидеть. Это абсолютная библейская истина. Вопрос в другом. Может ли Бог ненавидеть людей? Может ли Бог ненавидеть тех, за которых Он отдал Своего Сына? И я думаю, что да. Хотя, учение универсалистов говорит о том, что нет, Бог не может, Он только любит. Это неправда. Идея о том, что Бог любит грешников и ненавидит грех – абсолютная истина. Но знаете, если грешник совершенно осознанно не собирается расставаться со своим грехом, и это не сложившиеся обстоятельства, это его четкое конкретное решение, то я думаю, он будет ненавиден вместе со своим грехом, точно так же, как он вместе с этим грехом пойдет в ад. Несмотря на то, что Бог не творил ад для людей, Он сотворил его для дьявола и ангелов его. Но человек пойдет туда, потому что он возлюбил грех. Мы с вами говорим о любви. Человек, который не любит Бога, он любит что-то противоположное. Он любит что-то другое. Он любит мир. Он любит грех. Он любит гордость свою. Он любит власть, славу, деньги, неважно что. И он выпадает из любимчика. Когда мы с вами говорим о ненависти, мы как бы демонизируем ненависть настолько, насколько не стоит этого делать. Что значит ненависть? Ненависть – это не осуждение. Ненависть – это не оторви и выбрось. Ненависть – это когда ты не желаешь видеть этого человека. Ненависть – это негативное абсолютно чувство. И хотелось бы, чтобы ему не было места ни в церкви, ни в наших отношениях друг с другом, ни в наших отношениях с Богом. Но зачастую именно ненависть наполняет очень многих людей, когда мы говорим о межцерковных отношениях, о богословских даже иногда вопросах. Так вот, когда Бог ненавидит грех, бывает очень тяжело. Может быть, по-человеческим нашим каким-то вещам отделить одно от другого. Пророки пишут, что сколько ни переплавляй, не отделяется примесь от серебра. Не получается, оно как было нечистым, оно так и осталось нечистым. И все это просто выбрасывается. Помните, Христос говорит, что если соль, она теряет силу, то все, что осталось, это выбросить ее во тьму внешнюю, на попрание людям. Очень важно увидеть это. Ненависть Бога, она ограничена. Вы знаете, если мы говорим о любви, то она разлита, навылита, излита абсолютно на всех людей. Когда мы говорим о ненависти, то я нашел в Библии всего несколько людей, о которых Господь говорит, я ненавижу. Вот видите, сравните, да, вот всеобщую любовь Бога и ненависть к людям. У Иуды не было шанса. Исаф, еще пару людей. Бог, он не разливает свою ненависть. Бог, он изо всех сил продолжает любить и верить. Он продолжает давать шанс за шансом, он продолжает взывать. Достаточно вспомнить притчу о виноградарях, сколько Бог посылал то одних слуг, то других, то третьих, то одно, то другое. До тех пор, пока он не послал собственного сына. Вы знаете, хотя я был бы на месте Бога, я бы подумал, ну зачем посылать своего сына, когда они уже вот как бы дошли до края, туда войска надо посылать. Но он посылает сына, потому что надеется, что им станет все-таки стыдно. Посмотрите, сколько упорства в Божьей любви. И как мало сказано о его ненависти. Потому что ненависть Бога – это последнее, что ждет человека. Ярость суда. Об этом так много написано. И я верю в то, что его любовь, она все-таки превыше абсолютно любой ненависти. Итак, у любви Бога ко всем есть две обочины. Его любимчики и те люди, которых он ненавидит. Я уверен, что людей, которых Бог ненавидит, их очень мало, единицы, людей, которых любит Бог больше, это все, включая тех, кого он ненавидит, как бы противоречиво сейчас мои слова не звучали. А на вопрос тех людей, являюсь ли я человеком, которого ненавидит Бог, я могу ответить – ты жив. А это говорит о том, что у тебя есть надежда. Это говорит о том, что Бог продолжает тебя любить. Он продолжает верить в тебя. Он продолжает ожидать от тебя покаяния, если ты грешен. Он ожидает твоего возвращения, если ты ушел. Он ожидает открытости, если ты закрылся. Он ожидает отношений, если ты их потерял. Более того, дорогой, он не просто ожидает, он прилагает усилия к тому, чтобы эти отношения были восстановлены. К тому, чтобы продолжать проявлять свою любовь к тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok